Добрый вечер. В Нижнем Новгороде 18 часов. Последние новости к этой минуте. Массовое ДТП с участием шести автомобилей произошло сегодня днем на Молитовском мосту. Авария случилась в самом начале переправы при движении в нижнюю часть города. Столкнулись три автобуса и три легковушки. Подробности сообщил наш корреспондент Ярослав Гунин, который по счастливой случайности оказался на месте происшествия. По предварительной информации водитель маршрутного такси, не справившийся с управлением, столкнулся с пассажиром автобусом «Ля», который в свою очередь столкнулся с еще одним паритом. В результате столкновения несколько пассажиров получили травмы. Сейчас с помощью оказывает бригада спасателей. Движение в сторону Молитовского моста до сих пор затруднено. На съезде образовалась большая пробка. Есть сложности и при движении в Нагорную часть города, поэтому по возможности выбирайте пути объезда. В региональном МВД отменили закупку офисной мебели по жалобе Общероссийского народного фронта. Речь идет о контракте на сумму в 740 тысяч рублей. На неэффективные траты бюджетных денег обратили внимание общественные контролеры ОНФ. В частности, среди закупаемой мебели фигурировал стол руководителя за 184 тысячи рублей, а также стол для переговоров за 154 тысячи. По мнению активиста ОНФ Александра Кулакова, подобные столы можно найти гораздо дешевле, а руководству полиции стоит прислушаться к словам президента страны, который говорит о сокращении нерациональных расходов. Агентство ФИЧ изменило прогноз по долгосрочным рейтингам Нижегородской области со стабильного на негативный. Также эксперты подтвердили долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне BB, что означает повышенную уязвимость к риску дефолта, особенно в случае негативных экономических условий. Расходы регионов на СМИ вызвали критику федеральных властей. Теперь предложение по их сокращению готовит Общероссийский Народный фронт. Предложено установить пределы и конкретизировать направление расходов на средства массовой информации в бюджетах субъектов России. Подробности в следующем репортаже. Траты регионов России на собственный имидж, несмотря на противоположные сигналы из федерального центра, в 2014 году увеличились с 33 до 36,2 миллиардов рублей. Как пишет известие, в ОНФ заметили эту тенденцию и связывают ее с чрезмерным стремлением властей поддержать собственные авторитеты за счет средств регионального бюджета. Лидером по расточительности в 2015 году выступила Москва. Здесь на СМИ выделят 13,6 миллиарда рублей. Это на 2,5 миллиарда больше, чем в прошлом году. Расходы областного бюджета на СМИ в Нижегородской области в этом году снижены на 4% к предыдущему году, а по сравнению с 2011 сокращение составляет 20%. В этом году выделяют 305 миллионов рублей. Поэтому показатели у Нижегородской области далека от пятерки лидеров антирейтинга ОНФ. Но вместе с тем в таких регионах, как Брянской и Калужской области, на СМИ тратят в разы меньше. Региональные СМИ поддерживать необходимо. Очень многие из них являются убыточными и без помощи бюджетов не выживут, уверен президент Центра социальных и политических исследований Аспект Георгий Федоров. Вторая проблема в том, что много из этих денег, которые, я знаю, такие случаи, которые направляются в прописку в бюджете, направляются на СМИ, направляются в другие цели на конкретный пиар губернатора или какого-либо проекта, руководителя и в целом фактически платят каким-то пиар-компаниям, которые устраивают информационные поводы и общественные выживающие регионы. По мнению фронтовиков, необходимо разделять расходы на собственные информационные нужды властей и социально-политические цели, например, объяснение антикризисной стратегии или подготовку к выборам. Минфин может разработать поправки в Бюджетный кодекс России. Подразумевается конкретизация статей расходов на средства массовой информации и освещение деятельности властей. При этом материалы, оплаченные из бюджета регионов, должны быть соответствующим образом маркированы по принципу рекламных материалов. О погоде на завтра во вторник утром в городе будет ясно, но морозно до минус 4 градусов. Ближе к обеду воздух прогреется до более весенних плюс 4, плюс 7. Всем приятного вечера, смотрите и читайте Горький ТВ.